Сейчас мы с вами продолжаем разбирать труды Антония Великого. Сегодня у нас с вами последнее занятие по Антонию Великовому, а дальше мы уже будем говорить о Макарии Великом и о других подвижниках благочестия. Еще раз подчеркну, что учение о спасении души не имеет никаких временных рамок. Все, что было сказано тысячу лет назад, две тысячи лет назад, и касается борьбы с демоническим миром, стяжания добродетелем, очищения себя от грековной скверны, преодоления различных уловов дьявола, оно всегда, вечно и постоянно. Потому что святые отцы говорят то, что говорит им Дух Святой, но только преломляя через призму своей индивидуальности, через свою личность, через свое восприятие. Вот представьте себе драгоценный камень, вот изумруд, вот бриллиант лежит здесь, вот алмаз. На них его падает солнечный свет, и каждый начинает играть по-своему. Но источник всего – солнечный свет. Вот так источник того, что мы с вами считаем – это Дух Святой. Но преломляясь через это личностное, индивидуальное, что есть в Святом Подвижнике, он имеет несколько разных ракурсов и дает несколько иные акценты. Поэтому бывает, что нам с вами ближе один Святой Отец, а другому ближе другой Святой Отец. Одному понятны поучения одного, для другого более понятны поучения другого. Но они все имеют неизмеримую глубокую пользу. Почему? Во-первых, все, что они говорят, касается непосредственно спасения нашей души. Раз. Второе. Все, что они говорят, проверено на личном опыте. По-дорогимые, вот это самое главное – личный опыт. Много сейчас людей с великолепной памятью. Многим достаточно прочесть страницу, они запоминают наизусть и могут потом пересказать. Я знаю многих людей, которые знали наизусть Евангелие, знали наизусть Псалтирь, цитировали целыми страницами Святых Отцов и все говорили правильно. Но слово их было недействием. Потому что это было не их слово. Они не пережили его. Они не прочувствовали на своем опыте. Это было все равно как попугай. Вот попугай выучит какие-то слова и повторяет их. Но это попугай. Слова не имеют значения. Только то, что прожито тобой. Только что прочувствовало тобой. Вот это имеет слово. Сила. Почему? Потому что, как мы с вами уже как-то на одной из лекций говорили, что человек рождает слово. Подумано, как женщина рождает ребенка. Именно рождает. Поэтому в слове содержится и дух человека, его духовная настроенность, и в общении с миром божественным, или если это злой человек, с миром инферальным, его эмоциональная составляющая, его ум, рассудок и, конечно же, его сущность. И это все есть в слове. Если в этом слове заключена энергия Святого Духа, который живет в этом подвижнике, то это слово необыкновенно действенно и помогает. Недаром святые отцы говорят, что лучше исповедаться в своих страстях у того священника, или того монаха, епископа, который сам победил себе эти страсти. Потому что он знает, как помочь такому человеку, его действие наиболее эффективно. То, что он сам победил. И будучи обладателем этого знания, этой победы, он и другим людям может гораздо легче помочь. Поэтому, если мы, допустим, больны серебролюбным, мы должны обращаться и смотреть на человека без серебриника. Если мы больны блудной страстью, мы должны искать человека-аскета, подвижника, целомудрного человека. И, конечно, от него мы можем многое получить, это окажет нам помощь. Вот святой Антоний Великий в одном лице был и великий аскет, и девственник, и абсолютный бессеребреник, который раздал все свое имущество. Человек, который с детства жил святым духом. И этот святой дух принес богатые плоды в нем водобродетельных. Поэтому наставления, они действительно пропитаны необычайной глубиной. И нам с вами очень полезны. Итак, продолжаем изучение его святых слов. Когда перестает в человеке царство греха, тогда является в душе Бог и очищает его вместе с телом. Если царство греха живет в теле, то не может человек видеть Бога, ибо душа его находится в теле и не имеет места в ней свет, в который есть видение Бога. Казалось, какие простые слова. А если вдуматься, какая глубина откровений. Ведь часто люди приходят к Богу помолиться. Приходят к Богу, приходят в церковь, желают спастись. Ну, поживут немножко, месяц попастятся, месяц помолятся. А потом уже хотят каких-то дарований, хотят каких-то усложнений. Ждут действий святого духа. Ждут, когда у них появляется возможность чудеса творить. Думают, что особо Бог имеет к ним особо уговорение. Ну как же они, кстати, молятся, что-то подвизается. И если это нет, то они расстраиваются или надумают сами себе. Начинают воображать, представлять себе что-то. Тешат свою гордыню, свою самость. И не понимает такой человек, но не может Дух Святой жить в себе. Потому что ты исполнен еще греха. Ты весь еще исполнен страстей. Не очищена душа твоя. Не может Дух Святой жить в нечистом, грязном месте. Сначала надо душу покаянием очистить. Омыть слезами. Стижать какие-то добродетели, чтобы мог войти в себя Дух Святой. А пока этого нет, не может он войти. Сердце-то еще грязное. И это большинство подавляющих людей на сегодняшний день. А люди нет. Они хотят, как же, вот я попастилась, я помолилась. Я вот почитала, я что-то узнала. Где дары Духа Святого? Почему я еще не могу исцелять? Почему я еще горы не переставляю? Почему череса по моим молитвам не творятся? Где же это? Вот как протестанты говорят. Ну, какие же вот вы христиане? Ведь написано, руки возьмут змей, и если кусть, ничего не будет. Руки на больных возложат. И будут исцелены. Имейте вы такие дары? Нет, ну вы не христиане. А вот мы имеем, значит. И не понимают они, что слова Господа относятся к людям, которые идут к святости, которые живут Христом, душа которых очищена, в которых живет Дух Святой. Да, такие люди это могут. И такие люди, святые, мы знаем, это делаем. А мы-то с вами далеко еще от этого. И не можем мы этого понести. Но гордость современного человека и его тщеславие не позволяют им это признать. И вот эта тайная духовная гордость, она является источником в многих видах прелестей. А что такое прелесть? Когда человек думает о себе то, что на самом деле он не представляет. И желает того, что он не может власть, и что он не достоин. Вот почему очень важно, дорогие мои, вот это смирение. Потимать, что я ничто и звать меня никак. И что я в бездне греховной валяюсь, неисследи мою высоту, твою призываю. Очисти, возведи меня от тли грехов моих и спаси меня. Причем важно плакать именно о своих грехах. Видеть их, не видеть грехи других людей. А если видеть, то не осуждать. А наоборот молиться, понимая, что это больной человек, такой же больной, как и я. Ну, болезни разные. Ну, может, формы разные, обострения разные. У него посильнее, у меня послабее. Но все мы больны. Ну, чего мне кого осуждать-то? О своей душе надо плакать и рыдать, и сосредоточиться на ней. Нет. Хотят сразу же и богов откровений, и видений, и ангельского мира. Ну, и часто эти бывают видения. Но только они бывают не от бога. А лукавый дух, притворяясь, преобразуясь, и голоса начинает слышать, и видения видеть, и все, что угодно. Потому что уже начинается игра с миром темным. А люди принимают это за чистую монету, думают, что это бог, вот такое его воздействие, потому что не имеет духовного опыта и не имеет встречи с истинным богом, с благодатью, с духом святым, потому что сердце их нечисто. Давид говорит, во свете твоем узрим свет. Псалом 35, стих 10. Что это за свет, в котором видит человек свет? Это тот свет, о коем упоминает Господь наш Иисус Христос в Евангелии. То есть, чтобы весь человек был светел, и не было в нем ни одной темной части. Лука 11, стих 36. Господь также сказал, никто же знает отца, только мо сын, и ему же ащи волят, сын открытия. Матфея 11, стих 27. Сын же не открывает отца своего сынам тьмы, но тем, кто пребывает во свете, и суть сына света, коих очи сердечные, просветил он познанием Западе. Смотрите, очи сердечные, которым просветил познание. А что за очи сердечные? А это, дорогие мои, часть, высшая часть нашей души. Это дух, духовный ум. Вот именно духовным умом мы можем познавать Бога, можем познавать тайны Божьи. И сердечные очи – это наша душа, просвещенная Духом Святым, в которой нет уже тьмы, нет темноты, нет зла. Почему в нас есть темнота, зло, и часто демон ютится в душах и сердцах многих людей? Потому что нам это зло приятно, и мы не хотим с ним расставаться. Вот есть, как мы уже с вами упоминали в первой части, есть некое сладострастие, услаждение грехом и желание этой сласти. И человек бесконечно творит эту сласть, потому что он услаждается ей. И вот это мокротное усложнение, которое человек получает в ней, не дает ему расстаться с ней, он хочет ее. Вот как часто приходят камнялка-зависимые и говорят, да, я хотел бы бросить пить, вот, но не хочет. Он внешне говорит, что хочет, а внутри не хочет. Почему? Он не хочет терять усложнение вот этого, вот этого состояния. Оно ему нравится, поэтому нет решимости это оставить. Пока нет решимости оставить, это будет жить человек и управлять ним. Если свет, который у вас тьма, то какова же тьма, говорит Господь. То есть свет, то есть то, что вы считаете, принимаете за свет, то, что вы считаете за благообщение, за благоюдар, а это тьма, это демон общения. И вы, вот живя в этом мире, думаете, что это хорошо, что это добро. Ну, как вы посмотрите, большинство людей гоняются за деньгами, за удовольствиями, за весельем каким-то, причем весельем каким-то, ну, или в состоянии измененного сознания, от приема алкоголя, там, наркотиков, табака, от каких-то переживаний страстей сильных и вот вхождения в это состояние. И вот они думают, что свет, но это тьма. Если тьма, которую вы приняли за свет, не дает вам радости, то что большинство людей, они несчастны, они скорбны, они раздражены, они неспокойны, они все время ищут, ищут, ищут этой пищи для страстей, но вместо того, что успокоятся, еще в худшее впадает состояние, ходят в иныне, в депрессию, жизнь разрушается, скорби вокруг, сжимается эта тьма. Они думают, это свет. Им уже сейчас тошно. Но если этот свет – тьма, то какая уже настоящая тьма? Что же будет, когда человек после смерти войдет в преисподнюю, в настоящую тьму, где нет ни капли божественного света, есть только он в осмрадии греха? Какая же великая мука их ожидает там? Противьтесь дьяволу и старайтесь распознавать его позднее. Он горесть свою обычно скрывает под видом сласти, чтобы не быть открытым, и устрояет разные призрачности, красный на вид, который, однако же, на деле совсем не то суть. Чтобы вольстить сердца наше хитрым подражанием истины, которое достойно привлекательно, к этому направлено и все его искусство, чтобы всеми силами протиться всякой душе, добре работающей Богу. Многие разные влагает он страсть, обратите внимание, в душу, для погашения в ней божественного огня, в котором вся сила, особенно же борет покоем тела тем, что с этим соединено. Когда уже видит, наконец, что всего подобного остерегается и ничего не принимает от него такого, и никакой не подает надежды, чтобы когда-нибудь послушали его, отступает от них со стыдом, «Тогда вселяется в них Дух Божий, когда же вселяется в них Дух Божий, то дает им покойным быть или покой вкушать во всех делах их, и сладким соделать для них ни синий иго Божия, как написано в Евангелии, обрящите покой душам вашим». Хотя они и взяли, несут иго его на себе, «Тогда становятся они неутомимыми, как в опытах добродетели, так и в исполнениях послушания и в ночных бдениях, не гневаются при человеческих напрасных, не боятся никого, ни человека, ни зверя, ни духа, то, что радость Господня с ними пребывает день и ночь и оживляет их разум и питает их. Этой радостью возрастает душа и является угодной и на все, или совершенную, и ею восходит на небо». Перед нами, дорогие, примеры наших, допустим, соотечественников, того же преподобного Серафима Саровского или Серафима Выберского, еще ближе к нам. «Ну как, возможно, простоять на камне тысяча дней и тысяча ночей, выпия к Богу? Боже, милость ему грешно». Ну, встаньте на камне, попробуйте. Кто из вас сколько выдержит? Кто-то 15 минут, особо сильный час предстоит, потом спина заболит, есть, захвозится, вообще надоест, и уйдете. Может этот человек сделать? Нет. Может человек это сделать своими силами? Нет, невозможно. А как же это может человек? А Духом Святым? Вот когда он очистил свое сердце от греха, когда он перенес все искушения дьявольские и показал, что он верен в Богу, что ему чуждая тамокротная сласть, что он изгнал ее своей души, что он Божий и не иску, и не принимает дьявольской сласти, которая действительно является под видом добродетели. Ведь редко дьявол приходит в своем страшном облике. Он является или в виде ангела света, или учителя-гуру, который готов вас научить разным премудростям, или в виде инопланетянина, который решил установить с вами контакт иноземных цивилизаций, а вы его проводник, потому что вы один можете познать иноземный разум. Или еще что-нибудь некое подобное, что тешит человеческую гордыньку, что думает, будто бы он от Бога, и одновременно, так сказать, принимает себя гордыньку, тщеславие, страсть и все остальное. Вот многие так называемые экстрасенсы, они же так и прельщены. Они, часть из них думают, что они, да, общаются с Богом, влече от Божественной силы. Но это основно гордыни. Я достоин, чтобы через меня Бог являл силой исцеления. А часто такие люди, я их много видел и знаю, и некрещены бывают, и горды, и серебролюбивы, и блудливы. И вместе с тем это им не мешает, кажется, думают, что они почти святые или святые, и дух действует через них. Ничего подобного рядом нет. Это прельщенные люди, но через этих прельщенных людей демоническая сила и губит тех, кто к ним обращается. Губит. Потому что человек, пришедший к экстрациям, бабки, детки, за заговорами, на наговорами, он просто отдает себя власть сатаны. И, кстати, СМИ нашу этому очень способствуют. Сейчас идет сериал «Евангелион», да, про бабу Вангу, значит. Ее такой праведности показывает, ее такой, значит, человеком святым, заботчивость о близких, и так далее, и так далее. Но даже в этом фильме она сама цитирует, цитирует ее слова главной героини и говорит о том, что когда в меня вселяются малые силы, мне ничего. А когда большие силы в меня вселяются, мне потом плохо, вот грудь болит. спрашивается, кто в нее вселяется-то? Ну, кто? Ясно, что кто? И кто через нее говорит, да? Одновременно ее представляют чуть ли не героиню для нашего народа, да? И раз она была экстрасенсом, имела такие дары, и она героиня, она хорошее дело, ну, можно к таким обращаться. То есть идет оккультизация сознания нашего народа. Вот это жуткая прелесть. Есть просто мистический канал, там три, допустим, в котором просто постоянно транслируются все эти фильмы с всякими ведьмами, всякими там колдунами, шварценеггерами, которых ловко побеждает антихриста и так далее, и так далее. В общем, те, кто смотрят эти фильмы, и это немало молодежи этим увлекается, они получают знания, да, есть демонический мир, но Бога нет. С демоническим миром можно бороться при помощи других магических приемов. Есть белая магия и черная магия. Вот, есть три ведьмы, вот фильм про этих, сериал-то про трех ведьм, значит, вот три ведьмы вместе, сила троих, да, вот они хорошие, эти ведьмы хорошие, а есть ведьмы плохие, вот они с ними дерутся. То есть мир магии, а любая магия, это есть общение с миром падших духов. Нет белых и черных магов. Есть маг, колдун, имеющийся контакт с миром падших духов. Сегодня он якобы сделал добро, а завтра он сделает тоже зло. А его добро, на самом деле, оказывается зло. Но вот люди это не понимают. И вот все больше и больше степень людей понимает оккультное сознание, и это действует даже на православных христиан. Вот посмотрите на себя и спросите самих себя, пользуясь ли вы гороскопами, читаете ли вы их с интересом. Если да, то, естественно, вы, значит, уже в той или иной степени открываете для культного воздействия. Потому что не могут звезды управлять судьбой человека. Да, солнце, луна, расположение звезд, оно может влиять при рождении на психофизическое состояние человека. Но судьбу его плеть не могут. А здесь является судьба, значит, вы верите в это. А сами экстрасенсы, звездочеты, астрологи говорят, не так важно, как составить гороскоп, главное важно, как его истолковать. Самое главное, чтобы тебе помогли истолковать. И у не каждой из них есть помощник-толкователь из иного мира, который помогает им растолковывать тот или иной гороскоп. То есть тот же бес, если человек верит в эту всю чушь, во-первых, он сам создает себе программу, читает гороскоп, что должно быть, да, а во-вторых, он укрывается в раздействии окульного мира. А посмотрите, сколько наших с вами, даже христиан, православных, задействовано, испорчено этим. встречаешь православного христианина, да, говорит, я вот козерог, а у меня жена рак, вот поэтому у нас такие несчастья. Ну, здравствуйте, значит, где же, милая моя православная, так сказать, это видела в Евангелии, альбиблии, или может, ситуация, как его прошла, про козерог или про рак, нет? А вот еще китайский год обезьян, ну, все, здесь совсем плохо. Раз рак, в году обезьяны, ну, никуда не годится. Все, настроение испорчено, ничего хорошего не будет. Ну, полное безумие и полная подчиненность. Почему? Когда уходит настоящая вера, немедленно занимает ее суеверие, вера в пустое, в ничтожное, в обманное, в лукавое. И вот отсутствие правильной православной веры и вот это воздействие средств массы информации у людей, которые недостаточно глубоко воцерковлены и развивают веру в это ловное, пустое. Не гороскопа надо считать, а вот Антония Великого. И я говорю, веряя вас, многое станет совсем на иные места. А вот прадник, который очистил свою душу, действительно, в него входит Святой Дух. И он становится жилищем Святого Духа. И потом он несет великие подвиги. Но подвиги ему даются по нашим меркам легко. Потому что Дух Святой помогает ему нести эти бдения, эти молитвы, эти постничества великое. Ну-ка попробуйте всю жизнь вкушать там по одной прастворе в день и есть там, так сказать, раз в неделю более-менее. И, так сказать, все время проводить молитвы. Да не можем это с вами. И даже помыслить не можем. А кто может? А тому, кто Дух Святой помогает. А кому он помогает? А кто идет за ним. Кто идет за ним. Понимаете, дорогие мои? Поэтому самое главное это очищение нашего сердца. От любой сласти. От любого греха. От любого страсти. Когда будет чисто, придет Дух Святой. Не будет чисто, значит, не будет там Дух Святой. Будет Дух нечистый. А кто кому служит, тот с тем и будет в ином мире. Понимаете? В ином мире. Ты вот сам здесь себя формируешь или для вечной жизни, или для вечной погибели. Сам себя. Бог любит всех. Он каждому желает спастись. Он каждому хочет помочь. Но человек сам выбирает. С кем он и куда он. И выбор этот окончательный. Смерть подводит черту. Все, больше ничего после смерти сам человек изменить уже не может. Душа человеческая, если нет в ней Божьей радости, бывает слаба и многие приемлят раны. Она постарается найти себе какого-либо человека, Богослужителя, искусного в духовном врачестве, и к нему прилепится. То он прежде исцелит ее от страстей, потом воскресит и научит ее, как при помощи Божьей получить радость, ту, которая есть ее пища. Вот заметьте, сначала очистит от страстей, а потом уже научит, как получить радость, духовную радость Бога общения. А действительно, согласно словам апостола, в последнее время люди будут выбирать учителей по своим страстям и по хотям. То есть будут выбирать неких добреньких священников, которые бы и посты разрушали нарушать, и, как говорится, строгие эпитемии бы не давали, на все смотрели снисходительно, просто так, ну что ж, все мы грешны, и человек продолжал бы дальше жить в своем греховном состоянии, не меняя. А когда человеку действительно пытается настоящей священнике помочь, подсказать что-то и вотребовать от него жизни по духу, многие люди от таких священников уходят, потому что с ними тяжело, потому что нужно себя менять, менять не хочется, больно, одновременно хочется чувствовать, что спасаешься и входишь в Царство Небесное, а значит, а работать над собой не хочешь, а чего-то от мирского отсекать тебя не хочешь, вырывать из себя зло, больно, ну, значит, надо найти того, кто будет тебя утешать, поглаживать, успокаивать, обоюгивать, но этот человек просто тебя в погибель поведет, погибель поведет, понимаете, дорогие мои, потому что бывает, что со святыми людьми, со старцами жить очень тяжело, мне приходилось общаться, они строги, они строги к себе и от другого требуют того же, вот приходит человек и говорит, вот как меня обидели, какая я несчастная, переживая, как меня оскорбили, а вместо того, чтобы сочувствовать, я говорю, а кто в тебе кричит, не гордыня ли твоя, почему такая возмущенная, самое стоит за деле, гордость, ну вот, давай-ка отсекай свою гордость, бей поклон и проси, чтобы Бог дал тебе еще таких вещей, чтобы она полностью тебя вышла, ну как же, такая женщина говорит, я же пришла, чтобы меня утешили на плече у батюшки поплакать, а он мне говорит, давай-ка, как говорится, поклон и бей, за то, что так переживаешь, и еще проси такого от Бога, не, мне такое не годится, пойду лучше там, кто-то меня утешит, да, все, и никакого спасения-то по сути дела не происходит, тогда душа воспротится врагам своим, кое суть духи злые, их одолеет, и совет их потопщет, и совершенную еще возрадуется радостью, недаром говорят, всегда радуйтесь, за все благодарите, действительно, всегда радуйтесь, ну давайте посмотрим вокруг, да, на своих братьев-христиан, много мы видим радостных, светлых лиц, много людей, которые встречаются с другим, радостно, приветливо, улыбаются, доброжелательно ко всем относятся, очень мало, и даже замечаешь, допустим, приезжаешь в другую страну, ну тут уже Грецию, да, какие-то более веселые, радостные лица, да, и на службе везде, заходят здесь, у нас церковь, ведь тут так все, набученные какие-то, все мировая скорбь у всех, да, на другого смотрят, не как на брата своего, а как на потенциального, как говорится, супротивника, недоброжелательности, почему? То есть, всегда радуйтесь, так не дает радоваться кто, да, лукаво не дает радоваться-то, пока в сердце демонические силы, пока человек обуревает страстями, ну какая там радость? У него вот все внутри кипит, а почему кипит? А потому что нет полного приложения в волю Божью, нет желания устранять из себя все это, хочется и это оставить, и миром пожить, и в царство небесное войти, но ясно же сказал Господь, не любите мира, ни того, что и в мире, кто хочет быть, пишет апостол Аковом, Иаков, другом мира, становись врагом Богу, несовместимые вещи, нельзя угодить Богу и мамоне, невозможно, поэтому человек должен строго определиться и понимать, да, на сегодняшний день, конечно, я не могу, как святые отцы, вот нести того-то и того-то, но избавиться от страстей, я же могу не осуждать ближнего, я же могу, могу, тяжело, пока не начал, кажется, легко, вот пока не начал, ну что, ну не буду я осуждать, и все, подумаешь, ну что ты, дело-то, а как попробовал человек, ух ты, не могу, молчу, днями не с кем не разговариваю, внутри осуждаю, вот, ну никак, получается, да, и тяжело, следить собой тяжело, а потом же неприятно, самолюбие-то неприятно, я думал, что я могу, что-то, ну не совсем уж я такой, да, оказывается, никакой, опять удар по самолюбию, опять неприятно, ну, значит, лучше как-то об этом позабыть, это двинуть, ведь когда человек хочет делать то, что ему приятно, доставить удовольствие какое-то, а то, что неприятно, он хочет от себя так удалить, но вот понимая это, наоборот, нужно делать, да, неприятно, да, больно, но нельзя войти, как говорится, со скверным по Христу, нельзя со тьмой приблизиться к свету, значит, эту тьму надо из себя вытравить, берегитесь советов злого дьявола, когда придет он в виде правдоречивого, чтобы прельстить вас, и вести вас обман, хотя бы он пришел к вам в виде ангела светла, не верьте ему, и не слушайте его, ибо тех, кои верны, он обыкновенно очаровывает привлекательной видимостью истины, видимость истины, да, дорогие мои, вот возьмите учение Рериха, Николая Рериха, много у него сейчас даже последствий нашей интеллигенции, привлекательно, современным языком сказано, с элементами восточной мудрости, хорошая приманка для современного человека, а внутри оккультная ложь, оккультная ложь, причем, могут быть 80% правильных вещей, а 20% лжи, которые ведет сознание человека, ведет совсем в другую сторону, несовершенные не знают эти хитрости дьявола и того, кто постоянно он влагает им, совершенно же знают, как говорит апостол, совершенно же есть твердая пища, ищущих чувства, обучена долей мучениям рассуждений добра и зла. Этих враг уже не может обольстить, но верных, кои мало себе внимают, удобно прельщает, он свою сладкую повидую затравую и ловляет их, подобно тому, как рыболов уловляет рыбу, прикрывая остри удочки, наживкою. Вот, дорогие мои, да, не все, что красиво, не все, что кажется правильным, есть истина. Некоторые дъявляются, ну почему же вы говорите, что бабки, или знахарки, или экстрасенсы, все одеяло. Вот я пришла к одной, они иконы висят в доме, и она прежде чем, как начать работу со мной, вот она перекрестилась, и даже какую-то молитву для себя помнила. Ну как же? Вид какой? Вид благочестия, вид правильный. Но она задает вопрос, а почему она это делает? Так ясно, почему. Почему некоторые колдуни посылают людей, перед тем, как начнут с ними работать, креститься, если они не крещённые? Ну как же, крестить человек, посмотришь, хорошо, ну значит от Бога человек? Оказывается нет. Оказывается душа-то не крещённый, человек и так к дьяволу принадлежит. Зачем ему и то, что ему принадлежит и так? А вот отнять душу Христа, надругаться над крещальной благодатью, вот это уже интересней, это уже победа. Пришёл человек к колдуну, а у него иконы висят. О, раз иконы, значит святость, значит Бог не может быть вреда, человек и открылся. Открылся, и в этот момент идёт воздействие на него демоническое. Он уже открыт. Вот казалось бы привлекательно, правдиво, а внутри ложь. И вот дьявол всегда так и делает. И креститься, эти люди могут посылать, и верой прикрываться. У меня сейчас недавно случай был. Пригласили меня на канал О100 дать там интервью, порассуждать на тему вот следующее происшествие, что некие молодые люди забрались на крышу храма на крови, и там снимали на, так сказать, видео, и там всячески избавлялись. Ну и казалось бы, тема-то ерундовая, но забрался человек на крышу. Но за этим что кроется? За этим кроется неуважение к святыням, равнодушие к благодати, к Дому Божьему, значит, и такой присел на самоубийство. Ведь залезали, пущем по удосточной трубе, удосточную трубу оторвет, человек погиб. Ну что это? Это самоубийство. Если человек погибает в таком состоянии, он и рассматривает, как самоубийство. То есть, у молодежи отсутствует понимание благодати во многих, понимание святости, благовения перед святыней. Вот это уходит. Это самое страшное. А уходит она благодаря вот работе нашей СМИ, атеистической направленности, так далее, так далее. Так вот, мы говорим об этих важных вещах, его напротив Андреевского собора. Вдруг подскакивает какая-то бабка, ну типа нищенка, и начинает мне мандарин сучивать какой-то. Я говорю, ну, отойдите, пожалуйста, мы сейчас. Ник в какую. Значит, начинает влезать, говорить, потом пророчествовать. Ну, видно, что человек одержимый, да? А может и хуже, и, так сказать, ведьмочка, фруктов заговоренный, да? И, значит, этим самым, вы ничего крестьянцев не понимаете, эти операторы, что вы сюда пришли, вот, слушаете Бога, начинает, как бы, а ты мне Бога говорить. Эти начинают злиться, ну, операторы. Я, говорит, с младенства крещеный, как это? Ты мне говоришь, я ничего не понимаю, я в церковь, нет. И она уже начинает его заводить специально. Я уже обращаюсь к этой даме и говорю, уважаемая, мы знаем, кто вы. Вы ведьма. Ну, так я и говорю, Влада, да? И вы специально, вот, сейчас делаете, чтобы человеку вывести из себя, говорю. У вас ничего не получится. Мы знаем, кто вы. Уходите, пожалуйста. Отскочила сначала. Потом побегала кругами, бежит обратно, значит, начинает меня оскорблять, какие-то вещи там сыпать, значит, их пытается как-то задеть. Ну, мы станем уже понятно, кто что, такие приемы. смеемся просто, спокойно разговариваем над ней. Не может успокоиться, значит. Значит, с одной стороны побежит, с другой стороны побежит. Старается как-то из себя вывести, значит, все приемы используют, но не получает. Какая беда, значит, расстроенная ушла. Говорит, я под реалью Кириллу буду жаловаться. И пытается меня, откуда вытаскивает, дорогущий телефон, значит, мобильный, с хорошим аппаратом. Я, говорит, вас сейчас фотографирую, значит, с одной стороны, с другой, значит. Вот, ничего не получилось на этот раз, пришлось уйти, да. Но вот факт, вот как бы при церкви, да, она молитву очень нам, даже слух читала, да. Значит, она знает каких-то там, я ирмонаха исповедуюсь, ну, слава Богу. Значит, прикрывается церковным благочестием, шатается возле собора. Ну, маленькая розка, дотлова даже на лице написана. Ну, и видно, кто понимает, что там, и кто в ней стоит. Но, всех людей, которые подают ей лапой, она негативно воздействие плещает. Понимаете? Это страшное состояние. И вот здесь мы видим, что под видом благочестия, под видом, как бы, веры, идет работа на разрушение этой веры, на нанесение вреда человеку, который не откроется. Понимаете? Вот, в характере, о чем говорит Антоний Великий, а кто не понимает, ну, простые люди, да? Ну, что? Ну, вот стоит, вроде правильные вещи говорит, правильные слова говорит, что-то знает, да? Вот, еродствует, якобы она еродствует, да? Ну, мы-то видим, что за этим стоит. Потому что, когда я облегчили, мне такое пошло кипение страстей, истерии и так далее, да? Вот, под видом благочестия, пожалуйста, да? Поэтому, наблюдитесь, как опасно ходите. Чистота, мир непрестанный, неизменный, милосердие полное и другие прекрасные добродетели, которые венчаются благословением, суть заповеди Бога. Старайтесь исполнять эти веления духом, в коеме оживляются души ваши, при посредстве которых восприимите вы Господа самих себя, а не суть безопасный путь. Старайтесь, заповеди и их исполнение суть безопасный путь. Если чистоты тела и сердца никто не может быть совершен пред Богом, тому, что сказано в Ставном Евангелии, блаженны чистые сердца, ибо те Бога узрят, в совершенстве рождается чистоты сердца, в сердце находится добро естественное и зло неестественное. Смотрите, в сердце находится добро естественное и зло неестественное. А что значит добро естественное? Ну, каждый из нас создан по образу Божьему, и в каждом из нас этот образ лежит. И в каждом человеке есть стремление к Богу, стремление к добру и к духовному совершенству. И это укрепляется совестью. Вот это добро естественное. А что такое зло неестественное? А зло – это как грибок-паразит, который природился к телу живому и здоровому, и паразитирует, живет он на этом теле. Зла нет, Бог его не создавал. Оно появилось в результате отпадения от Бога. Поэтому оно неестественное человеческому естественному. Неестественное. Ему естественное добро. А вот как грибок внедренный и разрушающий тело человека, как раковая опухоль, вошедшая в организм и пожирающий его, вот оно и присутствует. От зла рождаются страсти душевные. Каковы? Осуждения. Заметьте, первым пунктом. Ненависть, самомнение и другие подобные. Добро же сердца естественное рождает познание Бога, страх Божий и святость или чистоту души от всех страстей, совесть. Если человек решится исправиться и начнет избегать всякого зла, вооружившись против него подвигами, плачем, сокрушением, воздыханием, постом, деньями, бедностью и многими к Богу молитвами, то Господь по своей благодати поможет ему и от всех душевных страстей избавит его. Конечно, своими силами нам от страстей не избавиться. Как говорится в народной пословице, Бога крепко, а врага лепко. Оно само лепится к человеку, оно прилипляется к нему. Но детей матом учить не надо ругаться, да? Со временем они почему-то сами прекрасно изучают ненормативный лексикон. То есть, курить тоже никто никого не обучает детей, сами научаются, да? То есть, вся грязь нам просто лепится. Старает захватить человека, изъесть его. А вот то, что связано с духовным, затем надо потрудиться, чтобы оно вошло в тебя. Но, Божья благодать помогает человеку, очистить страстей. Когда человек прилагает усилия, трудится, Бог дает силу, Бог посылает энергию, эта Божественная энергия очищает душу, вырывает ее из плена греха и плена дьявола. Но это не приходит быстро. Нам же как хочется? Нажал кнопочку, раздался звоночек, получил желаемое. Все. Быстро. Тут же на блюдечке золотой каемочкой. Нет, не выходит. Вот бывает попросишь у Бога чего-нибудь, а сразу же не получаешь, да? Ну, хотим мы чистоту сердца, да, хотим чистоту сердца. Не хотим, допустим, быть блудливыми, хотим целомудрие. Просим, а вроде и не приходит. Почему не приходит? Потому что надо поработать над этим. Потому что надо усилия приложить к этому. А почему усилия? Потому что только то хребо в человеке, что завоевано долгим и упорным трудом, только то и ценится. А если нам быстро все дается, то это все быстро, что приходит, очень быстро все и оставляется, мало ценится. А то, что завоевано упорным трудом, стало частью вашего, то уже нелегко отдается и нелегко приступается. Золото многократно очищается огнем, чтобы через сильнейшее очищение оно стало лучше. Равным образом Господь наш по благости своей очищает человека многими искушениями. Заметьте, очищает человека многими искушениями. Испытывает его и делает его опытным в виде небрани сердечных, так что он не возвращается более мыслями к памятью, к неправдам и унижениям, каким подвергали его люди, но смиряется пред Богом и на него возлагает все упование свое, будучи всегда готов на всякое доброе дело пред Богом, как сказал пророк Давид. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою во славе о ней. Действительно, дорогие мои, многие жалуются, почему, вот я в церковь хожу, молюсь, пощусь, и почему мне такие скорби, почему меня там начальник обижает, почему меня обделили в должности, почему у меня болезнь ко мне пришла, а вот другой не молится, в церковь не ходит, и у него и положение в обществе лучше, и денег больше, и болезни нет, ну почему, я же молюсь, а он нет, я поощрюсь, а он нет, почему же ему-то материально больше, а мне меньше, да? И такое мы встречаем с вами постоянно, потому что, дорогие мои, люди ждут от Бога в обмен на свои духовные усилия материального сдаяния. А вдумайтесь, что это такое? Они пытаются поставить духовное на службу материальному, то есть материальное это самое главное, а духовное служит только орудием, чтобы получить это материальное. Разве это не безумие? Ведь что сказано? Что земля и все дела на ней сгорят, и каждый из нас, когда умирает, он ничего с собой туда не возьмет. Ничего из материального. Ничего. Так как же можно поставить то, что нужно нам вечности и послужить для вечности на службу тому, что проходит и рассыпается я по праху? Однако, посмотри, насколько мы бываем замотеризованы. Вот, и на раз слышу разговор, вот ходила я в церкви, ходила, свечки ставила, ставила, молебны, служила, служила, а сын все равно в институте поступил, напрасно ходил. Ну, что можно сказать объяснить такого человека? Да ничего не объяснишь. Он полностью хотел, чтобы это произошло. Мог Бог дать ему? Конечно, мог дать. Но не обязательно. Потому что Бог прежде заботится о вечной души человека, о стяжании в нем необходимых добродетелей, которые спасительны ему для входа в вечность. Вот нужно смирение нам, чтобы войти в вечную жизнь. Необходимо. Просим мы смирение. Некоторые просят. А как оно придет? А через искушение, которое заставляет тебя смириться. Будьте кто-то оскорблять, будьте делать зло, а ты на зло отвечаешь добром. Более совершенная степень смирения. Пришла болезнь, а ты не кулишь Бога, не злишься, не ставишь претензии за что мне и почему мне, а говоришь слава Богу за все. Вот как Иов праведный. Хороший принимал плохого, не приемлили. Но как это тяжело оказывается на самом деле. Ведь недаром сатана, когда искушал праведный Иова, он пристал перед Богом и говорит, ну да, чего Иову тебя не хвалить, у него все есть. Он богат, у него стада, у него дети, у него дома, он тебя и хвалит, отними их, посмотри, как тебя у вас хвалят. Ладно, говорит Господь, разрешаю тебе воздействовать на все материальное, но душ его не трожь. То есть не разрешаю тебе воздействовать на дух его, отнимать веру, не дам тебе таких сил. Ну и что делает сатана? В один момент ее все теряет и все равно прославляет Бога. Вот так сатана действует и на многих из нас. Вот когда мы теряем чего-то материального, испытываем какие-то ущербы для здоровья, и вот здесь проявляется насколько наша вера настоящая, насколько мы в состоянии благорить Бога, и насколько мы верим. Если мы с вами верим, что Бог всемогущ, если мы с вами верим, что Бог промышляет о каждом из нас, что Бог есть любовь, то мы все принимаем из руки Его. Но Он же промыслитель, Он же всеведущ, Он всемогущ, Он вселюбовь, и без Него и волос в голову нашей не может упасть на землю. Но если Он нам попустил, значит, нам это надо, надо для нашей духовного совершенства, для развития наших добродетелей, для искрения наших страстей, значит, это нам надо. И не хулить Бога, не возражать, не возмущаться, а принять, как из руки Божьей, как необходимое горькое лекарство, и за все благодарить Бога, вот это и есть определенная степень духовного совершенства, смирения. А вот ее-то в нас часто не хватает. Мы хотим, чтобы было по-нашему. Мы хотим, чтобы было хорошо, как мы понимаем это хорошо, да? Ну, а хорошо-то в основном вот то, что связано с нашей материей. Понимаете? И вот это очень страшно. Поэтому часто люди бывают и верят в Бога, и входят в Бога. Вот я знаю. А потом раз, случилось какое-то несчастье. Ну, заболел кто-то из ближних. И что вы думаете? Узнаю этот верующий и бежал к экстрасенсам. Ну, то приходит, я говорю, ну, слушай, мать, ну, как же так? Вот ты все знаешь, ты все слышала, да? Ты совсем соглашалась, ты сама этих других учила, а у тебя коснулась, и ты бежал к дьяволу. Ну, как все ходят, мне вот та посадила, та сказала. Ну, та сказала, это мазала, но свои же мозги-то есть. Ну, как так вот предать, отступить? Ну, как легко это предать? Вот ты уже там 10 лет ходишь в церковь, ну, как же так легко можно предать и отступить? Что это случилось? Почему ты не пришла в церковь? Почему ты не подошла ко мне? Почему там не отслужила молебна, не приняла соборная? Почему ты подъезжала сразу к этим ведьмам-то? У дьявола помощи просить? Молчит. А о чем это говорит? Это говорит о слабости веры, о слабости упования. А что Бог говорит? Я, Бог, ревнитель. Не можете служить мне и мамонья. Бог, ревнует о нас с вами. Но чем больше ревнует, тем больше дает благодать. Понимаете? Нельзя прелюбодиться перед Богом, как пишет апостол Иаков в своем послании. Нельзя ему изменять и ходить по другим путям, по другим стыдям. Будь верен и верен до смерти. Вот здесь и проверяется наша вера, наша верность Богу и нашему преданности, дорогие мои. Вот таких жизненных моментов она и проверяется. И вот здесь мы показываем, насколько мы верны Богу, насколько мы идем за Ним, или вот это у нас все внешнее, неглубинное, проходящее. И именно только неся скорби, болезни, терпеливых принимая, убеждая, что Господь помогает и сего выводит. Действительно, у нас развивается верность Богу, верность Богу, упование на Него и привязанность к Нему. Если же это бы не было, то и верность бы в нас с вами не росла. Вот ангелы на небесах, они один раз окончательно определились, с кем они и кому они. Когда восстал нечистый дух сатана против Бога, увлекли с собой одно треть ангелов, они превратились в местных бесов, они ушли в зло и курились во зле. Остальные укрепились в добре. И нет у них сейчас перемены, перехода оттуда сюда. Человек окончательно выбирает свой путь на своем жизненном пути. В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. В каком состоянии тебя найдут здесь на земле, когда ты будешь умирать? В том состоянии возьмешь с собой. Почему и сказано «блюдите, как опасно ходите, и будьте верен Богу, и верен до смерти». Эти помянутые лица, им подобные, не как в начале своего подвига и борьбы, получили от Бога честь, но после того, как они испытал их, очистил их бедствиями и скорбями, научил, как следует устаивать во время брани, и когда же видел, что они мужественно переносят беды и скорби и на Господа возлагают все свопование, дал им свою честь божественной помощью, а ненависть их постромил и им подчинил. Вот, дорогие мои, когда Бог испытает нас и видит нам верность нашу, и что мы уже искусны в брани, и никогда от нее не отпадем, вот тогда у человека и вселяется Святой Дух, и тогда у него какие-то дрования там проявляются, и тогда он уже незыбненно стоит в добре. Прибудьте в терпении и не давайте расслаблении сердца своим во время бедствий ваших, но воздавайте за них благодарение, чтобы получить воздаяние от Господа. Да будет у вас всех мир, истина, любовь к Богу и взаимное благорасположение, взаимное благорасположение, и да не будет вас раздоров, ни клеветы, ни противоречий, ни злой ненависти, и ни повиновения, ни гордости, ни обиды кому из людей, ни осмеяния, ни тщеславия, ни нервности, ни взаимного недругелюбия. В какой обители бывают такие действия, там вселяется гнев Бога. Прямо знаете, что жизнь наша в мире всем очень коротка, потому подорожите ее и не ждевайте ее в неродении, чтобы не застал вас сейчас приселение всей жизни, когда вы гневаетесь друг на друга и, следовательно, должны быть приписаны человек-убийцам. Ибо по Писанию всяк ненавиде брата своего человек-убийца есть. Щадите друг друга, да пощадит вас Господь. Ибо это внушает он сам, когда говорит «Отпущайте и отпустится вам». Если кто из вас потерпел клевету, пусть примет это с радостью и все свое предаст Богу, который есть праведная содея и мздо воздаятеля. А то вознесет клевету на ближнего, пусть спешит смирить себя пред Господом и спросит прощение ближнего своего, да пощадит его Господь. Не попускайте солнцу заходить во гневе вашем, как учит Священное Писание. Послание к Ефейсинам, глава 4, стим 26. И важно особенно с корнем исторгайте из сердец ваших томящие во злые помышления, какие имеете друг на друга, чтобы таким образом пресекать всякий зародыш недружелюбие, корень которого ненависть и зависть. Вот смотрите, как сказано исторгайте из вашего сердца злые помышления. Вот действительно все начинается с помышлений. Потому что помышления в нас часто рукает рукава нечистый дух. И все святые отцы говорят одно культивируйте себе добрые помыслы. Только о добром, только о хорошем. Не разрешайте злу задержаться в душе вашей. Ибо зло недоброжелательство, ненависть это есть тот канал, через который демон ходит в душу человека. Потому что это его. Зло, ненависть, гнев, агрессия это его поле. Это он его создает. Он там хозяин. И если вы имеете это в себе, через это он входит вас и завладевает вашей душой и принуждает вас нечистым поступком. Поэтому прочь все злые мысли. Прочь все злые мысли. Ведь часто нам кажется очень мудрым и приятным поговорить о других людей, увидеть их насквозь, разобрать по косточкам их недостатки. Вот. И ну что ж. Это же так. Просто мы очень такие глубокие дальновидные люди и все это видим. Но не понимаем, что этим самым мы наносим страшный вред. Потому что мы вот эти злые помыслы облюзнем, притворяем еще в слова, а этими словами еще соблазняем других, которые рядом с нами находятся, и вводим их в усовдение. И таким образом мы и себе вред находим. Находим в состоянии поля ненависти, поля зла. И поэтому в сердцах наших нет радости. Вот я начал нашу беседу о том, что приходит в церковь и не видишь радости света на лицах. А почему не видишь? Да потому что в сердце-то обо всем плохо думают, этим недовольны, этим раздряжены, домашние плохие, священник это не такой, как надо, этот дьякон не о том думает, не так служит, и вообще все неправильно, все плохо или хорошо. Не надо это делать, надо гнать это зло из себя, все, за все, слава Богу. Видишь согрешающее ближнее, Господи, вразуми ему, помоги ему исправиться, а меня удержи от того же. Сострадание, выработает себе это как рефлекс в ответ на осуждающую мысль молитву с того, который хочет судить. Вот увидел бомжа, который там ест из помойки и разбрасывает оттуда весь мусор по вашей парадной. Ну, с одной стороны, можно разозлиться, внутри пройти и сказать, зачем такие на свете живут? Такая антистарея. Что толку от такого, да? А можно пройти и увидеть образ Божий, который находится в жутком состоянии, гибнет и страдает и молиться, Господи, возник его от этого состояния, помоги ему, восставил и спасил душу. Если можешь, что-то дал, не можешь, пройти так и не хочешь, но помолись за него, сострадай ему. И вот это сострадание, твоя молитва, она вернется к тебе. Вернется любовью, чувство мира, спокойствия, то, что это от Бога. И вот тогда Бог будет жить в нас. Знаете, мы воспитанные, привыкли действительно жить на осуждение, на грехе, так сказать, на самости нашей, на гордость. Ведь человек звучит гордо. Это в школе учит. И все. А это совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Сострадание, доброжелательность и молитва. Мы с вами часто не понимаем великую силу молитвы. Мы часто надеемся на себя самих, самонадеятельность. Можем сделать то, добиться этого, помочь этому, ничего мы с вами не можем. Бог может все. И мы молимся, Господь, ты сотвори, ты помоги. А что я должен сделать, ты мне укажи. Вложи в мое сердце то, что я должен делать, как помочь, что сделать. И Господь вложит, Господь откроет. Но тогда у нас будет устроение доброжелательности. И тогда будет мир в сердцах наших. И тогда у нас будет светлое радостное настроение. И глаза будут доброжелательны, когда встречаемся с другими людьми. И свет будет Бог на этом лице. Понимаете? Кто ходить будет по воле Бога, которая слаще меда и исполнена всеми радостями, то она сама будет помогать и будет укреплять его и дашь души его совершить дела дивные и подготовить пред ним все стези, господолюбезные. И невозможно тогда ни один враг противостать ему, а того, что он ходит по воле Бога. Но кто ходит в своей воле, тому Бог ни в чем не подает помощи. Но оставить его демоном, которые будут витать в сердце его день и ночь. Заметьте, будут витать в сердце его день и ночь. И это не пустые слова, это слова святого. Действительно, вот это зло, недоброжелательность, раздраженность, это из-за того, что там есть демонические силы, которые проникают в душу и живут там. И не дадут ему возыметь ни в чем никакого покоя, сделать его бессмысленным и немощным во всех делах, как внешних, так и внутренних. И многое другое наведут они на него пагубные и вредные. Дьявол иногда вселяет в них радость и веселье. Но при этом не может быть радости в этой радости одна тугая печаль. Если бывает что-то похоже на радость, то там нет истины. Один призрак, ибо эта радость не от Бога. Ну, действительно, гротешный пример. Алкоголик радуется, когда нашел бутылку. Достал, можно выпить. Наркоман, когда достал дозу. Блудник, когда вот нашел объект для исполнения своего желания, он радуется. Но если это радость, ведь потом обязательно возникает горечь, за пьянством возникает похмелье, за наркотиками возникают ломки, за блудом возникает опустошенность и другие отступления Божьей, наказания. Нет радости. Истинная радость исходит от Бога и подается только тому, кто постоянно нудит самого себя на то, чтобы свою волю отвергать, а волю Божью во всем исполнять. Воля, которая действует в сердце человеческом, бывает трояка. Первая от дьявола, вторая от человека и третья от Бога. В двум первым не благоволит Бог, а благоволит только к той, которая от него. Рассмотрите же самих себя и отвергнув все стороннее полюбите одну Божью волю, ибо немаловажно для человека постоянно уразумевать Божью волю во всем, во всем, даже мелочи. Ну, казалось бы, какое нам дело Богу, там, съем я этот на ужин кусочек мяса в пятницу или не съем, да? Ну, мелочи, ерунда, что Бог следит за этим. Да нет, конечно, не следит, но это наше произволение, это наш выбор. Если он обернется в пользу аскетики, соблюдение Божьего права, это одно, да? А если он склонится к самоугодию, черегогодию, плотугодию, это другое, да? Уверяю вас, что если не оставит человек своей воле в сердце своего и не отвергнет себя во всем, не отбросит в себя всего богатства и имения своего и не покорится Господу через повиновение отца и не отвергнет себя духовным, то не познать невозможен волю Божией, не исполнять ее и лишен будет последнего благословения. Действительно, дорогие мои, пока мы привыкли творить волю свою, волю Божию мы слышать не можем. ведь она не навязчива, она не принуждает человека. Это демонический голос стучилки, сделай это, сделай это, пойди туда, или наоборот возбуждает нам ярость, похоти, желание винопития, просто в человеке, что не может удержаться, все, не могу, не могу, не могу, все, вот оно демоническое воздействие. А воля Божия и глаз Божия совсем иначе. Он как нежный тихий ветерок незаметно прилагается к душе человека. Как вы помните, описывал Моисей видение Бога на горе Синаи, когда встречался с ним. Сначала была гроза, молнии, не там был Бог. Буря, ветер, ужас природных стихий, не там был Бог. А он раздался тихий, нежный ветерок. И в нем был Бог. Вот так и воля Божия. Так и голос андела-хранителя, который надействует на нашу душу, он тонок, нежный и ненавязчив. И вот, например, я сам много раз ощущал, что когда я чувствую, вот, что-то мне подсказывает, говорит, вот не ходи туда, не езди, да? Ну, я включаю свой разум. Ну, как, вот и поехать, значит, подвезти того, значит, не получится это. Нет, надо ехать практически. Неохота, но поеду. Собираюсь, еду, никого нет, все расстраиваются, значит, неприятности одни, раздражения. Почему? А не услышал. Своя самость. Своя самость преобладает. Свой разум, свою рацию включил, свою волю. не услышал, Хотя потом, я же знал ее, как же я это не послушал-то. А вот не услышал, потому что был возбужден у себя несчувств. Потому что, допустим, было какое-то эмоциональное переживание по какому-то любому поводу, не было мира в сердце, и не услышал воли Божьей. А большинство людей вообще ее не слышат, потому что они обуреваемы страстями. То телевизор смотрят, то в компьютер, то по телефону болтают, то куда-то бегут, то что-то ищут. Некогда. Это время национальный напряг. То-то, то, надо-надо, это-это. И вот эта беготня, вот эта суета, она не дает просто услышать волю Божьей. Ну, представьте себе, вы подошли к озеру, когда оно спокойное, заглянули, увидели свое отражение. А есть на нем ряк, изображение будет искаженное. А есть на нем волны, вообще ничего не увидишь. Вот так и наша душа, в каком находится состоянии, она не может слышать Бога. Так вот, поэтому надо научиться отсекать свою волю, свою самость, и искать всегда и во всю волю Бога, и почаще упрошать. Господи, я, ты, истая воля, твоя во мне, всегда во мне. Научи меня слышать ее, научи меня знать ее, научи жить по ней, и прислушаться к своему сердцу. Прислушаться чаще к своему сердцу. Господь нам не сказал, что здесь будет воздаяние, но что здесь будут искушения, тесноты, нужды и скорби, а там воздаяние. Эта жизнь есть путь подвигов и искушений. Вот как тяжело слушать это плоскому человеку. Путь подвигов и искушений в этот жизненный путь. Понимаете? Ну, действительно, посмотрите на святых апостолов. Сколько они скорбей перенесли, сколько гонений. Все были убиты, кроме Иоанна Богослова, насильственной смерти. Матерь Божья, сколько она скорбей перенесла в этом мире. Хотя честнейший Херим и славнейший безстранный Серафим. Разве это не удивительно? Если мы хотим только вот это мирского воздаяния за наши, как мы уже говорили с вами, духовные подвиги, глубочайшая ошибка. Жизненный этот путь, это путь подвигов и искушений, в процессе которых очищается наше сердце, выковываются добродетели, выковывается приверженность к Богу и упование всегда на Него. Иначе быть не может. Это путь святых, это путь людей, идущих к Богу. А если у нас преобладает приятие мирского, мир и желание жить миром, то это гамма и не Божья. Ну кто привязан к этому миру? Он же хочет больше благ, больше развлечений, больше неги, больше покоя, больше развлечений. И на всем этом вся его жизнь построена. Ну тогда нечем Богу к этому приплетать. Бог этого вам не обещает. Он обещает гораздо больше. Вечность. Но в вечность может войти только тот, кто уже здесь на земле стал, собрал Дух Святой в свое сердце и живет этим Духом. Живет по воле Божьей. Не будем рабами из чистых страстей и срамных похотей, которые ненавидит Бог. Имя Бога преднапишите пред очами сердец ваших, чтобы внутрь вас непрестанно взывалось, вы есть церковь Бога Живаго и место покоящее Духу Святому. Кто увлечен нечистыми похотями, тот пред Богом подобен скотам, лишенным всякого смысла, по слову псалмопевца и Давида Пророка. Итак, ненавистью возненавидим око онное, непотребное и взыщем чистоты. По елику она есть слава ангелам Божьим, но если во внушение дьявола падем, восставим через покаяние и приступим к тому, кто пришел взыскать овцу, блуждающую во грехе. Посмотрите, как сейчас развита нечистота и грех блудный. Везде, в средствах массовой информации, там в интернете, в этих скрабезных шуточках, которые отпускают эти юмористы. Все, обыграется эта тема. И многие люди живут только этим. И многие молодые люди, наши школьники, они думают, что это вот и есть жизнь. И что вот это блуд, вот эти отношения, это самое главное. Суть всего. И будучи обманут этим, лишается и покрова Божия, и благодати Божией. Вот сколько приходило ко мне, так сказать, людей, и молодых женщин, и девушек. Ну, говорят, почему я не могу составить семью? Почему вот у меня не получается брак? Ну, а как ты их пыталась составить? Ну, вот с одним молодым человеком пожили в гражданском браке. Прошло какое-то время, он бросил, ушел к другой. Со вторым пожили, та же история. И с третьим ничего не получилось. А мне уже вот за 25, скажем, 30 годам. Что ж, никак не найти. Почему же так Бог не благословляет? Нас спрашивают, а ты не понимаешь, что я в блуде дожила? И в первый раз, и в второй раз, и в третий раз. Если ты уже идешь на смертный грех, что ж ты ждешь благословения Божия? Ну, а иначе ничего не получится. Иначе никто не будет из молодых людей со мной иметь отношения. Хорошо, а эти действия были успешны? Приведите к браку. Они приведут, что ты уже в возрасте поношенное, так сказать, значит, ушло, потерявшую чистоту, и без семьи. Вот это привело. Вот твой образ и путь жизни, который ты считаешь правильным. Ну, иди дальше. Он три раза тебя привел в полной потере к трагедиям души и сердца. И дальше к старости придет к тому же. Все. Гибельный путь. Ведь явно сказал Господь не блуде. Все. Ну, и сказал Господь заповедь Божия. А ты хочешь блудить и быть сейчас? Не будет. Ну, невозможно это. Бывает в редких случаях, что все-таки составляется брак из этих пар. Бывает. Но очень редко. Один там из пятидесяти, допустим. Все. Порочный путь. Порочный путь. Надо же это понять и осознать. Не годится он. Не может быть благословением Бога. Нет. Он настолько вдобнула в голову человека. Нет. Ну, а как же иначе? И даже вот среди православных молодых людей и женщин. Вроде все понимают, все понимают. Вроде встретили, познакомились. Начинается вот это блудное сожительство. А потом начинается трагедия между ними, недопонимание, какие-то собаки пробегают, вроде бы любят друг друга, жениться не могут и тянутся годами, и они страдают, а время уходит, ничего не получилось в итоге. все. Почему? Не с того начинаем. С нарушения западей Бога, со смертного греха. И вот осознать и понять это, многие как-то не хотят или не могут, даже и не могут. Знаете, вот все особенно страшно. когда не может хранить уст твоих языка, то пусть позаботятся, по крайней мере, чтобы немногим быть в словесах своих. Блюдись, человек, возьми власть над языком своим, и не умножай слов, чтобы не умножить греха. Положи персть на устав твои и узду на язык твой, потому что многоречивый человек не оставляет себе места Духу Святому. Вот заметьте, многоречивый человек не оставляет себе места Святому Духу. Действительно, дорогие мои, когда человек много поразнословит, много болтает по-пустому, уходит Дух Святой. Вот, допустим, причастился человек к церкви, выходит после службы, хорошее, веселое настроение, возвышенное, с тем поболтал, с этим поговорил, туда позвонил, а смотр потом и пуст вечером. Пуст, все рассеял, все ушло через пустые слова. Вместо того, чтобы сохранить благородие Божьего внутри себя, можно и много говорить, но когда это душеспасительно, душеполезно, назидающе, несет частицу Духа, и тогда это не пропадет. Вот сейчас мы с вами много говорим, но поскольку мы говорим о спасении, о духовном, не идет рассеяние. Наоборот, привлекается Святой Дух, и Святой Антоний, когда мы читаем его книги, он молится за нас, и его благодетный оборот нас действует. А вот когда идет пустые речи о пустом, житейском, мирском, уходящем, очень быстро Дух Святой от нас уходит. Если кто новичок еще, беседуя с тобою, спросит тебя о чем-либо спасительной души его, ответь ему. Если о том, от чего нет ему пользы, будь как глухой, который не слышит, и как немой, который не говорит. Часто нам с вами из-за человека угодия очень тяжело не скатиться в празднословие, поддакивание о суждении и пустословии. Ну как это? Ну пришел, там бывают такие болтливые подруги, которые приходят и начинают говорить, говорить, говорить о чем-то. Ну и из вежности многие сидят, поддакивают, ну как же, не согласиться, обидеться, зачем портят отношения. А кем-то поддакиванию они и в осуждение сами вступают, и лишнюю ненужную информацию себе заглушают в уши. Ведь о чем говорят святые отцы? Если хотите сохранить своего духа в своем сердце и увеличить его, бегайте от посторонней информации, от ненужной. Как монахи ходят обычно, он правильный монахик, глаза вниз опущены, к земле, долу, чтобы не видеть, не получать лишнюю информацию, лишних образов, чтобы быть больше внутри своего сердца и внутри себя предстоять перед Богом. А что мы сейчас видим? Как наш внешний мир устроен? Погоня за информацией постоянная. Постоянная. Нужна, не нужна. Телевизор, интернет, контакт в интернете, чаты, знакомства, все что угодно. Человек сидит, скучно, на одну страничку зайду, посмотрю, о чем тот думает, пишет, на другую скажу, на третью. Постоянное рассеяние. Рассеяние. Бывает необходимый сбор информации по работе, полезной, необходимой для общества делания, это одно. А вот просто установка на рассеяние, чтобы только забить пустоту, а иные доходы до того, что приходят домой тихо, что-то не то, телевизор включает или радио. Она на кухне, а пусть телевизор говорит. Не может оставаться наедине сама с собой, внутри сердца своего. И это уже образ жизни. Это уже не одно поколение. Что-то скучно стало. Музыку послушаю. Смотрите, идут часть молодых людей, у них уши заткуты наушниками. Музыку там слушают или еще чего такое. Почему? Не остаться один на один с собой. Вот быть в этом состоянии во внешнем, во внешнем эмоциональном состоянии, в которое вгоняет вот эта музыка или то, что он слушает на сегодняшний день. И весь мир так устроен информационно, чтобы человек не остался наедине с самим собой, не заглянул в свое сердце, не разобрался, что же там, не распрылил все по полочкам, не почувствовал живого Бога. И вот эта опасность, я вам скажу, номер один. Вот этой поверхности жизни, жизни рефлексией. Вот страшно. есть раздражитель, есть ответ. Нет раздражителя, нет ответа. Знаете, как овеба, ее уколешь, она согнется, сожмется, потом опять расслабится. Опять какой-то раздражитель, она опять реагировала. Нет раздражителя, она вот в этом студиобразном состоянии находится. И вот так, современный человек, вот если раздражитель, есть ответ. Поверхностно живет, без внутренней работы сердца, без глубины. И таким образом даром проживается жизнь. Теряется самое главное – глубина человека. Есть длина, есть ширина, а у глубины нет. И вот таких людей без глубины – подавляющее количество. Вы знаете, с ними даже неинтересно общаться. Можно быть и ученый большой, и информацию много знать, и там выдавать, но встречаюсь, но скучно. Скучно сердце, что духа нет. Пусто. Это таких пустых людей. Сейчас подавляющее количество. И вот мы с вами должны это беречься. Понимать и беречься этого. Подудим себя на крепкую представить страху к устам нашим, чтобы о ком-либо не сказать чего-либо худого, тому, что куда речь хуже всяких ядов. Все раны залечиваются, а раны от языка не имеют вращевания. Язык неосторожного охуджателя, движимый дьяволом, ядовитий языка змина, потому что он возбуждает свары и горькие враждования среди братьев, все этими те же злодейства между мирными и рассеивает многолюдное сообщество. Итак, бегайте охуджение других и полежите молчание. Любящее молчание поливает близь Бога и ангелов Его, и вышних мест Его. Господь говорит, что Он тогда сохранит пути твои, когда ты сам будешь хранить уста твои. Притча 13 глава, стих 3. Действительно, а в народе эта мудрость была давно высказана. Слово серебро, а молчание золото. Теперь понятно, почему. Для пребывания с Богом внутри своего сердца. Господь наш, движимый состраданием к душам нашим, говорит Святым Евангелем. Горе вам, когда будут говорить о вас добрые слова и прославлять вас, и вы, слава Богу, не взыщите. Итак, будем подвязаться даже до смерти, противляясь тщеславию и его злейшей отрасли отсечем, чтобы не быть доведенным до погибели. Беги от тщеславия, ибо многие погибли от него. Тщеславие – это основной действующий мотив в жизни современного человека. Все делаем на показ. Чтобы нас похвалили, чтобы нас оценили. Как говорит современный молодежь, сленг – заценили. Значит, чтобы нас отметили. Вот для чего эти мальчики залезли, о которых мы говорили, на крышу храма в воскресенье. Чтобы увидели их, узнали о них. Потом, зачем они съемки поместили в интернете? Даже сами на себя, как из досья, публиковали. Ну, а как? А так, если никто не узнает, так зачем вылазить? Тщеславие. Все хотят, чтобы их узнали, заметили, оценили, заценили, значит, восторгались им, какие они крутые и так далее. А сами пустые. Ну, пустый человек. Если нет в нем Духа Святого, он пуст. Неинтересен. Ну, все пустые, ты пустый. А хочется же выделиться как-то, да? И вот начинаются вот разные роды экстримы, разные роды безумные поступки, чтобы хоть как-то, хоть чье-то внимание привлечь. То, что человеку хочется быть кем-то и чем-то. Если он не с Богом, ну вот, пусть этот мир одобрит. И многие поступки наши проектованы с чеславием. Хотим похвалы, хотим доброго мнения, хотим доброй волны. Многие мечтают вылезть там на телевизор, чтобы их узнали. И, как некоторые говорят, это бальзам. Ну, что похвалили, что-то сделали, от него узнали. Все, ну, это счастье. А это же пустота великая. Потому что человек начинает жить на показ. Человек начинает руководиться чужим мнением. Делать не по совести, а ради одобрения других. А что это даст ему после смерти? Что это ему даст, кроме осуждения? Ничего. Поэтому чеславие, конечно, страшный грех. И все мы в той или иной степени им порабощены. Все. Степень разная. Оно последнее уходит из человека, когда приходит святость. Но понимая этого, понимая это, мы должны делать все, чтобы отсечь все, что его питает. Почему сказано? Пусть милость твоя будет в тайне, и отец твой видящий тайны возраст и явно. То, что сделаешь на показ, расскажешь, получишь от людей одобрение, получается, сделано не ради Христа, не ради веления сердца его, а ради похвалы людской. Все, награда потеряна. Счастливо возросло. Можно много делать добрых дел, но когда они делаются ради похвал и ради одобрения окружающих, они пред Богом цены не имеют. Вот почему и говорит святой отец, бегайте в тщеславие, берегите от него. Она побуждает человека на многие труды, посты, молитвы, многократные бдения ночные, милостыни, раздаваемые предчеловеками и на многое подобное. Но всем этим оно ничего другого не достигнет, кроме стыда и поношения. Не будем стараться выказывать себе что-либо особенно великое, чтобы не погибнуть по причине сего и не запутаться в многочисленных отраслях тщеславия. Заметьте, в многочисленных отраслях тщеславия. Оно многокранно. Оно есть духовное, оно есть светское, оно есть проявление серебролюбия. Вот строят огромные дома себе, допустим, на русские, на новоровные деньги. Ну, имею ум, ну, поймет же, обратите внимание на логовую инспекцию, предсказать, кто деньги взял? Нет, не могу остановиться. А как же не похвастаться? Столько норовал, вот я какой крутой. Даже здесь не срабатывает, как говорится, инстинкт самосохранения. Ревности же устремимся к стяжанию славы святых, равно как и нищеты их, что получить онную сладкую похвалу Божию, блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное. Необразованные простецы, смешным считая делом науки, не хотят слушать их, потому что ими обличается их невежество. Они хотят, чтобы все были подобны им, равным образом и невоздержанные по жизни, и нравом, заботливо же волают, чтобы все были хуже их, думая снискать себе обезвенение в том, что много злых. Гибнет и расслевается душа от зла греховного, которая многословна, и совмещает все блуд, гордость, алчность и другие страсти. Этим и подобным терзаем бывает бедная душа, удаляющаяся от Бога. Ну, действительно, почему вдруг вот эти извращенцы выходят на парады на Марсовом поле, да, или требуют право провести демонстрацию, но живешь ты во грехе своем, ну и живи, никому у тебя нет, сам пред Богом ответишь, нет, все должны посмотреть, а зачем посмотреть? А чтобы привлечь себе подобных участников, чтобы это в обществе было как норма, злой и грех были как норма, тогда, значит, ну что ж, все возлежут, и я возлежу, кто меня осудит? Все такие, знаете, и вот это свойство людей, которые пребывают в грехе, заразить этим грехов во окружающих, заразить, обязательно, чтобы все были такие. Принерам говорят, правда глаз в воле, да, почему люди больше всего ненавидят других за правду, потому что, так сказать, обличается то ложь, которая лежит внутри души, а когда все замазаны этой грязью, ну вот, вроде и она и не грязь, она вроде и нормой становится. Вот мы уже говорили об этом, что на Западе принимается ряд законов, который запрещает обличать грех. Вот, например, если вы выступите в той же, так сказать, Англии, или Франции, или в Америке, с критикой гомосексуализма, с цитатами священописания в обличении, вас посадят в тюрьму или положат огромный штраф. Не сметь. Зато, даже в такой католической стране, как Италия, однило понятие папа и мама. А вины понятия родитель номер один, родитель номер два, родитель номер три. Для чего? А вот гомосексуальная семья восстановляет ребенка, да? И чтобы не было им обидно. Ну, что там папа, мама? А вот родитель один, родитель два. И родитель три даже, оказывается, есть. Вот, смотрите, грех врывается в нашу жизнь и грех узаканивается. Знаете? Ну, а когда все под грехом, ну, чего ж там, тогда уж и жить нормально, вроде как и норма, да? Вот сейчас пытаются сделать так, чтобы этот грех стал нормой и вошел в нашей душе, благодаря хорошему термину толерантность. Ну, быть, будь терпим козлу, к греху, ты такой, он такой, ну, чего ты там? Ну, ну, все имеет право быть. Нет, дорогие мои, грех всегда остается грехом, зло всегда остается злом, но в сердце нашем должна жить именно любовь, правда, истина и молитва за других людей. Вот только таким путем мы придем ко спасению. Вот, дорогие мои, мы с вами закончили краткое изучение слов великого святого преподобного Антония Великого. Если у вас есть какие-то вопросы в этой теме, пожалуйста. вопрос. А тут наверное отбились то, что вы видите глупого в мире, да? А это вся эта премидация по вашей практике там, или сейчас по количеству? Да. Больше или меньше? Хорошо. Хороший вопрос. Знаете, действительно сознание людей становится более пультным. И что удивительно, особенно среди молодежи, даже которые причисляют себя к православным, как-то уживаются внутри некие оккультные взгляды, некая терпимость греха и даже пребывание в нем и одновременно вера в Бога во Христа. Да, вот в последнее время, вот, допустим, лет пять последних, мне поражает то, что приходят люди к причастию, да, девицы там или ребята, и когда спрашиваешь их, ну, нет ли у тебя блудного греха, нет ли незаконного слова, да, есть. Вот я там живу с парнем, лежу там с девушкой, значит, вот уже там год, и свободу, вот, хожу в церковь, полюсь к причастию, а как же ты можешь причаться? Это смертный грех. По канонам церкви православной, если это грех блуда, то есть ты не стоял в браке, ты на семь лет отличаешься от причастия при покаянии. Ну, сейчас меньше сроки, но все равно. А если ты в браке изменяешь кому-то на пятнадцать лет, как ты можешь совместить блудную жизнь и одновременно хождение, да еще дерзать, причащаться? Не знаешь ли слова апостола Павла? Оттого из вас многие болеют, а некоторые даже умирают, что едят и пьют от чаши Господня недостойно. Как можно быть в грехе и не хотеть с ним закончить? Ты же не собираешься закончить блудную сожительность? Если собираешься, не можешь проходить чашу. Нет покаяния. И одновременно ты идешь. Непонимание. Вот знаете, и он ходил в другие церкви, или она там, его не спрашивали об этом, ну, он и прещался спокойно. Сколько лет? Только в суд и в осуждение прещался. Знаете, и это страшно. И вот уживчивость в душе вот этого, или человек занимается астрологией, так сказать, глубокой лексерсенсорикой, и ходит в церковь и прещается. Я говорю, вещи-то несовместимые. Казалось бы, да? Нет, как-то все отлично откладывается в этом сознании. Потому что вера-то не глубокая. Нет деятельной веры. Нет живого представления пред Бога в сердце своем. А есть некая эклектика, синкретическое восприятие мира. Отсюда понемножку. И все в одном человеке. И вот это, действительно, вот это парадокс нашего времени, когда в сознании современного человека уживаются неуживаемые вещи. Грех и святость. И считается, что грех норма. Хотя западь Божий это резко обличает. И непонимание этого, непонимание трагедии глубины греховности. Вот это заметно современный человек. Я имею в виду, как бы, введение с этих танков, там, чаще было раньше, где-то, как сейчас. Понимаете? Количество. Ну, вот, я думаю, что, так сказать, совсем прелещенные люди ко мне, видимо, не обращаются, не доходят. Потому что им здесь неинтересно. Никто их особо так не слушает, а сразу говорит, кто и что, и зачем, почему, да? Это, вот, есть, я думаю, что процент примерно одинаковый во все времена был. Потому что люди, которые хотят откровений, которые считают себя достойными видений, слышаний, они были всегда. И, как ни удивительно, и в научной среде такие встречаются, ко мне подходили некие люди с некоторыми научными концепциями, ну, изложенными наукообразным языком. И ссылки на какую-то книгу откровений. Я говорю, что за книга-то откровений-то такая у вас? Кто же вам ее дал? Ну, вот, это там были откровения ангела моему знакомому, там, и так далее, и так далее. Ну, все понятно, да? Я говорю, ну, понимаете, что это, так сказать, совершенно не новый завет. Это вот откровения, вот, демоническая сила, вот как Елена Рерих написала много там о агни-йоге под диктовку, да, и тому подобные вещи. Это состояние прелести. С этим надо бороться, надо отметать. И что вы думаете, больше человек не приходил? Не приходил. Почему? А потому что не хочется. Вот так он особенный, так он имеет откровения, так он, вот, у него дело есть в спасении человечества, да? А тут, пожалуйте, прелести нахожусь. Не бог мне открывает этот демон, ну, что ж такое-то. Ничего дураков не понимает, пойду другого найду по угнению. Ушел. Знаете, неприятный человек обличение, и не хочет он понимать этого, да? Он, наоборот, начинает выступать против тебя, а потому что, как бы, ты его ущемил тщеславие, гордость, да? Не хочет рассуждать и принимать. И вот в этом плане есть именно, знаете, такой секты наукообразного характера. Вот есть такая секта живой и мертвой воды, да? Секта. В Питере, да? В Питере, да, я знаю ее, как она зарождалась. Там такая сильнейшая магия. Я как-то стал еще при Митрополите Иоанне писать. Придо всех, кто там так в жизни, значит, завертелась вокруг. Такие неприятности стали случаться. И потом я все равно писал, но никто ее не смог напечатать. У них была такая брошюра написана, по-моему, 30 вопросов или 15 вопросов Митрополита Иоанна. Они сейчас со Цариком пытались сотрудничать, но, пожалуйста, в теоретическом месте, что они не смогли спледить. К ним, к Царику, да? А Царика, к сожалению, не различает и не понимает. Нет, он уже пытался, если он будет что-то в христианство, он говорит, да? Он просто рыкнет, чтобы не уважать, чтобы наши семьи. Да, нет, там не навязываясь к христианству. Да, да, да. Они все-таки как-то оба успокоятся, что им не дают сказать, что это, по-моему, не то. И очень сильные сейчас некие вот неоязыческие секты. Назад к Велосу. Это вот они тоже как-то отместили. С мертвой водой, да. Срок служил, что у меня там выше поехал, а потом нужно возвращаться к этой жизни. Нет, ну там же, вот заметьте, суть этих сент, хотя они там говорят о чистославянской религии, которая свойственно, значит, была нашим предкам. А посмотришь на их, покопаешься в их учении, посмотришь фотографии. Блуд, оргии, значит, прыгали через костер, значит. Ну и все очень, так сказать, неистовство разврата, да, во многом приходит. Так что нечего удивляться. Там, конечно, духа нет никакой, бога нет. Люди в великой прелести. Да, да, конечно. А вот, ну, известно, да, что там в Ваду, как в Раю, да, где-то в Вадуском есть, это начальник по Агрикоскопе Болезе, да, есть подчиненные десы, в которых, ну, он служит, да, там, или люди, так, проходит. Ну, а в Раю тогда должен быть какой-то ангел-начальник достижения, да, я понимаю, это как-то, да, просто поправить или ничего никогда не стоишь? А нет, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, ведь пасхи духи, они сохранили, так сказать, ту силу и те знания, в которых были созданы богом. И поскольку они относятся к разной иерархии, они имеют разную силу. Есть, так сказать, высшие, и из высших ангелов, вот как Деница, да, от Херубима был. Есть низшие, подобно собакам, так сказать, и так далее. И действительно у них есть своеобразная специализация. Знаете, как есть у врачей ухо, горло, нос, значит, так и есть нечистые духи, которые больше любят пребывать в блуде, другие больше в тщеславии, для третьих важнее черевогодия. У них есть вся специализация. Любой грех, любая страсть им приятно, но вот особый вид греха им особо приятен. И они в нем стараются пребывать и в людях развивать именно этот грех. Им все приятно. Вот именно это грехом больше услаждает. У них даже разный вид, если вы видите их телесными очами, они даже имеют разное, как и совличие, соответствующие вот любви к грехам. Вот этот безбегемот, который, значит, за черевогой отличается, он жирный, толстый, как бегемот огромный и так далее, с соответствующими признаками. Ну, гневщий является таким образом, да. Поэтому вот своего рода, но она не официально, скажем так, это просто вот внутреннее влечение к тому виду греха. У ангелов на небесах, мы с вами знаем, есть небесная четкая иерархия, которая изложена в работе Анисиарепагида. И высшие ангелы, есть высшие среди, низшие ангелы, да. И у каждого ангельского чина есть свои задачи, есть свои задачи, да, и свое, как говорится, покровительство. И там, где он есть, ну, даже три иерархии, и каждая иерархия разделена на три части. Нет, там нет вот именно, каждый ангел – это все целомудрия, ангел – это все чистота, да. Вот, значит, там нет этого разделения. Там есть общая любовь к Богу и его добра, но есть особые силы. Вот, например, ангел высшей иерархии, да, он, допустим, из иерархии престолов, да, или из иерархии сил, он имеет особые силы и власть гонять нечистых духов, их злые помыслы, да. И когда к нему вращается, он помогает людям побеждать эту страсть и защищать от воздействия нечистых духов. То есть, ну, у каждого человека есть свой ангел-хранитель, помощник, который помогает ему, наставит и подсказывает, да. А в случае нужды, каждому человеку от Бога представляются те небесные силы, которые оберегают и помогают ему, и помогают противодействовать против сил зла. Потому что, опять же, подчеркиваю, поскольку там есть разные иерархии, то подвижник тоже искушает нечистые духи разной силы. Сначала простейшие, потом повыше иерархии, потом высшие иерархии, потом является сам сатана. Как вот преподобный Серафим Саровский описал в одном из эпизодов его жития, об этом рассказывается. Ну и помощь, соответствующая, оказывается человеку, соответствует силами этих нечистых духов, которые на него нападают, и со стороны ангельской иерархии по благословению Бога. Нет, это вообще символические цифры, и на них не надо понимать именно как цифры, как таковые. Они были специально написаны? Нет, я объясняю. Да, они были специально написаны. Они имеют глубокую символику. И до конца эту символику никто не познал, даже святых отцов. Есть разные толкования, но вот такого определенного четкого толкования на это нет. Вот даже Иоанн Златоуст, например, он не писал толкования на апокалипсис, вот на эти вещи. Потому что это настолько, как говорится, глубокие тайны Божьей, настолько они символичны и скрыты, что пытаться их растолковать нашим плотским умом не получается, а потому что приводит к сектанству. Вот, например, эговисты, да? Значит, или адвентисты. Они вот считают, что есть 144 тысячи избранных людей, которые будут там жить на небесах, они вот, да, толкуют вот это по-своему, из этого впадают в прелесть, и на этом зацикливаются, и начинаются какие-то мистика цифр, сложения, высчитания и так далее, и так далее. Поэтому на это даже и не стоит особо внимания уделять, потому что для нашего спасения это, в общем-то, и не важно, да? А вот в сторону вести неправильно это можно. Поэтому, мне кажется, надо к этому, как говорится, не вдаваться, не углубляться, но есть и есть, да? Ну вот, так сказать, если мне это понадобится, мне Господь это откроет и более глубоким образом. Ну да, мне когда-то со своим умом показалось, что это как правило, что... Да нет, нет, это символические цифры, они ничего не значат, абсолютно ничего не значат. Это не имеет предметов практического упражнения. А вот, может, Павел Стай? А вот такой вопрос, есть люди, да, которые зарабатывают экстремальные виды спорта? Да. Ну, по сути, вот есть любители, да, которые зарабатывают, и всегда там, ладно, как это расценивается? Как греется? Ну, я считаю, что, конечно, это экстремальные виды спорта, они опасны уже для жизни. И, конечно же, почему люди этим занимаются? Во время экстремальных видов спорта выделяется большое количество морфинов, эндоморфинов, тех веществ, которые выделяются, и когда люди принимают наркотики. Это как бы своеобразное замещение. Вот, находясь в средствах ситуации, да, их мозг испытывает, так сказать, некое удовольствие, да, усложжение вот этим состоянием, которое, экстремальные опасности, которые вводят их вот это усложжение, ну, если хотите, своего рода наркотики, вырабатывающие организмы. Поэтому экстремальные виды спорта, они вообще опасны. А все, что опасно и безрассудно, это есть влечение к самоубийству. И даже психология считается, что занятие экстремальным видом спорта, это подсознательное влечение к самоубийству. Само по себе. Поэтому она, конечно, никак не приветствоваться, не может, да, и, так сказать, во все дело является грехом. А вот еще раз... Давайте мы женщине ответим, а потом опять, чтобы немножко... У меня простой вопрос, чтобы не опускаться до осуждения. Как правильно относиться к этим грехам воры, убийцы, гомосексуалисты и глупники, как говорили? То есть мы опускаемся до осуждения, когда, в общем-то, пытаемся... Нет, есть рассуждения, есть осуждения. Есть некие... В этом есть некая разница. То, что мы живем в этом мире, имеем наш ум и не можем не оценивать поступков. Если этот поступок плохой, он плохой. И поэтому Бодусы говорят так. Люби грешника и ненавидь его грехи. Я понимаю, что этот поступок плохой. Я его не принимаю. Я его считаю гибельным. Но того человека, который его сотворил, я не ненавижу. Я жалею его, как орудие дьявола, погибнущий душу. И молюсь, чтобы Господь привел к покаянию, ими же судьбами спасал душу. Да? Ну, это когда касается посторонних, это проще. А вот если как мы смотрим на наше поколение детей, которые, как вы говорите, живут все в гражданском браке, им объяснить, это вообще-то сложно. Потому что все так делают. Ну, не всем. Вот я вам скажу, не всем. Ну, я не веду, что в нашем обществе нормы уже привели. Ну. И поэтому очень сложно донести до них, и очень сложно вот как-то в себе-то контролировать, что вот это нельзя, как нельзя. Так и до судьбы денег просто. Нет, ну, действительно, надо объяснять им, что нельзя. А что делать? Ведь они не были воспитаны в христианстве, большинство наших людей. Они не были воспитаны в культурной традиции русского народа, где слава мудрость была обязательна. Они были воспитаны в телевизионной культуре разврата, в массовой культуре, где это действительно норма. Они усвоили эту норму. Чего удивляться в этом? Те, которые были воспитаны в православных семьях, да, те держатся, хранятся в слава мудрой чистоту, которые были воспитаны в безрелигиозных семьях и были воспитаны по традиции массовой культуры. Они держатся и живут во грехе. Ведь об этом говорит Господь. Вы не от мира. Не ливите мира, а не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот мы сталкиваемся с этим, что, допустим, наши родные, там, некоторые близкие, они живут во грехе и не понимают, что это грех. Ну, так это страшное их состояние, что они это недопонимают. Злись-то не злись. Как говорят в народе, свою голову к чужим плечам не приставят, да? Что здесь можно сделать? Первое и самое важное, это, конечно, молитва за них и просьба, чтобы Господь привел их к покаянию, дал увидеть их безумное состояние, в котором пребываете, дал бы им веру. Господь, даруй им веру. Дай им покаяние, да? Второе, чтобы они знали ваше четкое отношение к этому. Я считаю, это был дом, я считаю, это неправильно, я считаю, это грехом и я не приветствую этого состояния. Например, в квартиру свою, где я живу, да, я тебе не разрешу никого привезти и жить с ним без росписи. Этого не будет здесь. Потому что я считаю, это смертным грехом, в нем существовать не буду. Знаете? Вот твердое, чтобы знали твою твердую позицию. Все равно это твой сын, твоя дочь и никуда ты от этого не денешься. И будешь любить, и будешь помогать, но чтобы он видел твою непримиримость к этому, что ты его любишь, но грех его не принимаешь. Знаете? Это очень важный момент. Это вот возможные средства нужно покажать. Ну, как вы говорите, говорят, на свадьбу, деньги копят. Да, это чушь. А что такое свадьба? Это чтобы напиться, погулять, значит, повеселить людей и так далее. Вот, женитесь, распишитесь, если верующие венчаетесь, потом отпразднуйте эту свадьбу, когда если будут деньги. Это пустота. Это пустота. Жить в смертном грехе, ради того, чтобы поплясать в ресторане, значит, совершенно нескусственные вещи. Пожалуйста. Да, вот вы сказали про врачные лица в Краме, да? Да. Если посмотреть, то все серьезно, то, может, то средоотвращение молитвы, неврачность? Если по средоотвращению молитвы, это было бы здорово. Нет, к сожалению, это не я только сказал. Это очень многие люди отмечают, вот тут люди, кто там в Греции ездил, кто там, вот некоторые сейчас приехали из Болгарии, там, да? Вот я понимаю, почему это происходит. Знаете, русского человека все время эти 80 лет били, гнали, третировали, загоняли, значит, и куча проблем, куча, значит, дурной наследственности, ну, что ж тут греха таить, да? Значит, и потом не всегда, к сожалению, во всех церквях он встретит понимание отношения любви, там, и так далее, да? И вот эта напряженность внешней жизни, непонимание того, что Бог есть любовь, и Бог радость, да? погруженный в свои личностные проблемы, она настолько захлестывает человека, да? Что вот это отпечатывается на лице, да? Говорят, лицо зеркало души. И когда человек действительно обременен всем этим, а вот чувства живого Бога нет, и нет с ним вот такого прямого общения и приложения на его волю, конечно же, это отражается, к сожалению, на лице. нельзя терять самое главное. Вот этот внутренний духовный подвиг жизни, вот этот жемчужин нашего христианства, да? Очищение сердца от страстей и греха, постоянное нужное в себе любви и добрым помыслом, постоянная благожелательность ко всем. Вот это суть христианства, да? А на иконах не улыбки, поэтому может быть... А почему на иконах должны быть улыбки? Нет, это разные вещи. На иконах мы видим умиротворение, мы видим мир, мы видим пребывание в стомдухе. Знаете, когда вы находитесь в стомдухе, вы не будете хохотать и смеяться, знаете? У вас мир, спокойствие и светлая, тихая радость, да? И вот эта светлая, тихая радость, она не должна обязательно вырываться от каких-то улыбки души, да? Значит, она будет передаваться другому, с его благожелательностью, с любовью, с тихостью. Она будет чужда внешних эмоциональных взрывов, потому что внутреннее состояние духа и внешнее эмоциональное состояние разные вещи. Вот эмоциональные состояния, они подвержены как душевное состояние, так называемым эмоциональным качелем. Как говорят, что чем больше человек впадет в некое буйство радости и веселья, тем через какой-то период он больше впадет в горе и в расстройство, да? Это эмоции. А духовность это совершенно иное. Это внутреннее состояние мирного, спокойного сердца, в тихом спокойствии и внутренне радости, когда тебе, в общем-то, ничего и не нужно вот из этого мирского, да? А вот ты хочешь сохранить это, что есть, сердце в своем. В этом состоянии мы видим в Евангелии во время преображения. Когда на горе преображения Дух Святой сошел на апостолов в полной мере, им стало так хорошо, что они сказали, давай здесь трякуще построим, будем здесь жить, да? Так хорошо и светло, что уже ничего не надо, либо сохранить это состояние, ибо сам не понимал, что говорит, да? И вот это посвящение духовного мира, значит, оно и дает состояние человеку умиротворения, спокойствие, ведь у святого как бы, может даже лицо на иконе светится, да? Нимб, что это значит? Свято, свечение, да? И вот этот свет, он как бы изнутри с чего-то изливается. Вот почему Моисей спустился с горы, когда беседовал с Богом, и не могли на его лицо взирать в течение месяца. И он даже вынужден был носить покрывал на лице, потому что ослепляло людей. И почему, допустим, Серафим Саровский, когда Матавилу показал, что такое действие Духа Святого, нетварный свет, да? Матавилу увидел, что у старца лицо засияло, как бы, огромное солнце, светило, и свет исходил из него. И Серафим преподобный сказал, и ты сейчас так выглядишь, радость моя, да? Потому что мы находимся в Боге, в свете, в благодати Господней. Это внутренний свет, он изнутри изливается в человеке и сияет. Вот это совершенно иные состояния, душевные и состояние духовные. Состояние духовное это состояние умиротворение внутри радости и света, которое исходит из человека. Пожалуйста, пожалуйста. Вы говорите, бывает, какая-то мыс отпускается, да? Понятно, откуда она исходит. Слева лист влага? Как различать? Знаем, Влади, как, что с детства они такие нетерпимые, да? Они там, скорее, посткомандуют. Но они же иногда и подстраиваются. Конечно. Это как же конкретный случай. Неких общих рецепт не существует. Всегда испытывать помысел на камне западе Божьих, да? На камне западе Божьих. Посмотрите, несет ли он себе тщеславие, не несет ли он себе тонкого блуда, когда человек услаждается этим, несет ли он себе энергии серебролюбия. Потому что, в общем-то, все помыслы, которые севаются дьяволом, да? Они вот эту энергию, они в той или иной степени в себе несут. И при внимательном разглядении это видно. Если все равно сомневаюсь и молишься Богу, проще открыть, от кого этого помысел, врага или нет, да? Если не можешь решить, идешь на исповедь, и у священника на исповедь, и говорит, что пришел такой помысел, да? От кого он? То есть вот здесь, а потом, когда уже человек навыкает, к развлечению помыслов, он сразу им не отдается, да? Он уже начинает рассматривать. Какие нечистые помыслы сразу им с равной огонь, да? А если помысл непонятный для него, да? Он уже не принимает его тут же, а начинает рассматривать его. Просто бывает такие мысли, как бы, не надо ехать, да? Просто надо туда ехать. А в итоге, как бы, не поехал, да? Нет, а надо помолиться. Я говорю, что здесь может и лукавый говорить. Вот, а помысл может быть от лукавого. Он может внушать, чем быть может, он может как голос вообще звучать. Если звучит так, голос, довольно громко, навязчивый, это от дьявола. Вот, это ясно. Это очень тонкий, он недавящий, незаметный от Бога глаз исходит, да? И когда ты еще внутрь своего сердца обратишься, почувствуешь, что его услышишь, да? Вот, поэтому и Бог не оскорбится, если ты его даже не примешь, поесть обмануться, да? Обратив Господь, разуми, научи, открой твою волю, что мне делать, как мне поступить? Есть даже такая молитва святых старцев, когда они не знают воли Божьей или нет, они советуют человеку помолиться. Такой молитвы, Господи, ничего не знаю сам, я ничего не могу решить верно, я хочу узнать решение вопроса о Тебя и Единой Всеблагово, открой мне путями, которые ты знаешь. Читая эту молитву, делал земной поклон. И так трижды. И потом смотрит внутрь свое сердце, куда оно склонилось. Если нет склонения, продолжает в течение трех дней, и обычный Господь разрешает, открывает ответ, дает ответ на задний вопрос.